Намерение Никол Пашиняна раскопать исторический Ереван Вызвало большой переполох в научных и экспертных кругах Армении В отличие от популиста премьера, специалисты понимают, чем чревато вынесение на всеобщее обозрение истинной истории армянской столицы Открыто говорить о недопустимости раскопок азербайджанского Еревана, армянские специалисты, конечно, не могут Но эта мысль все равно ясно читается, в их взволнованных и даже испуганных оценках Российский эксперт, профессор Международной академии архитектуры Андрей Иванов, к которому армянские СМИ обратились за комментарием, тоже очень старался не называть вещи своими именами Но предупредил армянские власти, быть готовыми, убедительно ответить на идеологические вызовы, связанные с раскрытием исторических пластов мультикультурной Еревани То есть, российский ученый понимает, что именно, откопают под площадью республики армяне, и это вызовет немало вопросов к 2800-летнему монокультурному и мононациональному городу, и его армянскому происхождению Как утверждают сами армянские ученые, обнаруженные под площадью руины, располагаются на прочном скальном туфовом фундаменте Следовательно, никаких других древнеармянских археологических слоев, под азербайджанским Ереваном быть не может Не случайно руины реального Еревана, обнаруженные во время реконструкции площади республики, несколько лет назад, были сразу же засыпаны и закатаны асфальтом, как не представляющие культурной ценности Мы тоже решили обратиться за комментарием к специалисту, и попросили оценить ситуацию, известного российского историка и политического аналитика Олега Кузнецова Лет 30 назад, в бытность студентом исторического факультета, Орловского государственного университета, я очень хотел освоить специальность археолога, которая привлекала меня, в те юношеские годы своей романтикой И не в объеме общеобязательной учебной дисциплины, а в качестве дополнительной профессиональной специализации, предполагавшей изучение соответствующего теоретического курса и получение практических навыков работы Но судьба в 1990-е годы, направила мой жизненный путь по совершенно иной колее, вследствие чего, навыки проведения археологических раскопок у меня утратились, но теоретические знания все-таки остались Поэтому, комментировать инициативу премьер-министра Армении, провести в центре Еревана масштабные раскопки, я буду в соответствии с имеющейся у меня теоретической университетской базой в области археологии Любой город – это многослойный археологический памятник, в структуре археологического наследия которого, каждое столетие оставляет свой неповторимый культурный слой Каждое столетие дает свой среднестатистический прирост культурного слоя 20-й век, до полутора метров, 19-й век, около метра, 18-го, 17-го и 16-го века, по полметра Поэтому, если в центре Еревана археологи заглубятся на 3 метра, то они выйдут, или на первую половину 18-го века, или даже на рубеж 17-го столетия Любой город – это постоянная динамично развивающаяся среда обитания человека, когда одни постройки сносятся, на их месте возводятся другие Для этого, открываются котлованы под фундаменты новых зданий, и при этом уничтожается все то, что было на этом месте прежде Могу вполне квалифицированно сказать, что верхние 2,5 метра культурного слоя, в городе типа Еревана, изучать бессмысленно Они представляют собой фантасмагорическую смесь, остатков зданий и строений, фундаментов и перекопов, относящихся к прошлому и позапрошлому столетиям А если учесть тот факт, что в годы советской власти, в столице Армении, были целенаправленно снесены, Эреванская крепость, дворец Сардара и многие другие памятники прошлого, то глубина перемеса слоев, может достигать 3 и даже 3,5 метров И вот тут возникает совершенно законный и логичный вопрос, а что именно они там найдут? Отношения российских историков и археологов, к выводам исследований их армянских коллег, хорошо описываются анекдотом, который услышал в Институте истории РАН летом 2018 года Анекдот был на злобу дня Приезжаю, говорит сотрудник Института археологии РАН, в Ереван на научную конференцию, а там никто не работает, митингуют в поддержку Пашиняна И только в одном месте города идет интенсивное строительство Подхожу к рабочим и спрашиваю Все митингуют, а вы тут работаете? Что такое важное строите? А они мне в ответ Армянскую церковь 12 века Уровень доверия к умозаключениям армянской исторической науки во всем мире низок, будет еще ниже, если в центре Еревана в культурном слое 16 века, местными археологами, вдруг будет обнаружено массовое присутствие артефактов армянского происхождения По письменным источникам того времени, хорошо известно, что процент армяно-грегорианского населения Эревани в то время, составлял около 10% от общей численности населения города и его ближайших окрестностей Поэтому археологи, если им, конечно, дорогая репутация ученых, найдут остатки тюркско-мусульманского города, с присутствием незначительных армяно-грегорианских культурных вкраплений, но никак не наоборот Я даже не представляю, как это будет воспринято современным населением Армении, в политическом и идеологическом отношении Ему сложно будет привыкнуть к мысли о том, что являешься пришлым чужаком на земле, которую считаешь исторически своей